Умненький, грамотненький. Молодой, энергии много. Да. Об этом кандидате в депутаты городского совета во дворе по улице Кутузова 87А знают не понаслышке. Он встречается со здешними жителями вот уже в четвертый раз. Но сегодня Артем Речицкий пришел сюда по особому поводу. Он выступил инициатором открытых дворовых дебатов, на которые пригласил всех своих оппонентов. Депутат должен знать реальные проблемы населения. Не заниматься там какими-то медийными войнами в интернете, а общаться с населением, ходить по дворам, видеть то, что реально волнует граждан, какие-то проблемы насущные, чтобы мочь донести уже до общегородского совета, до общегородской власти, администрации эти проблемы и находить системные решения. Именно поэтому дебаты во дворе непосредственно с населением, чтобы услышать наказы, пожелания. В пятом городском одномандатном округе живет всего 40 тысяч человек. Поэтому важно услышать личное чуть ли не каждого. От этого зависит выбор народа. С человеком надо общаться какое-то время, чтобы о нем сложилось какое-то особое мнение, что он пообещает, в состоянии ли он свои обещания выполнить. Вот самое главное. Я считаю, что муниципальные выборы в городской совет это наиболее близкие к избирателям выборы. Я прошел весь избирательный округ, был в каждом дворе, причем уже не по одному разу. Не все кандидаты пришли. Константин Сенченко от «Справедливой России», Александр Левый от ЛДПР не вышли на такое общение. В итоге дебатировали двое. Артем Речицкий от «Единой России» и Евгения Елизарьева от КПРФ. Они также серьезно подготовились к этому событию и заручились поддержкой. Дебаты стартуют с того, что каждый кандидат спешит представить себя и свою программу. Я являюсь председателем совета дома. Люди меня выбрали, назначили мне заработную плату. Люди моей работой довольны. Кандидаты в депутаты вели себя уверенно и пытались держать конструктивный диалог. Жители окрестных дворов активно участвовали в дебатах, задавали провокационные вопросы. В финале каждый еще раз обратился к жителям с основными тезисами своей политической программы. Теперь жителям района предстоит выбрать понравившегося кандидата, который будет уже своими делами доказывать близость к народу в новом составе городского совета. Ирина Денисенко, Алексей Егоров, Афонтова, Новости.